Из многих блогеров, ну таких известных, известных, прям скажем там, я Пашу уважаю. Ой, ну хорош. Можно я продолжу? Давай. Что ты хочешь от меня? Чтобы я расстегнусь? Как всегда хочу. Да не надо, я же так как всегда. Слушай, ну раз ты ему так уж залезла плотно, тогда вообще сделай вот прям по твиттер проделай. Только вот что, вот это сейчас что? Ну люди вокруг смотрят. Посреди культурной столицы. Я тот, кто открыл Куликовскую битву, изучал Бородино, Тарутинское сражение. Не дал мне сказать об этом вначале. Его уговаривают нанести залп вдоль Галерной улицы. Собственно, основной удар пришелся не по войскам, а по мирному населению. По мирному населению, да, естественно, потому что, ну что, пришли зеваки, получайте. Да, только ты за камеру отойди, пожалуйста. Не, знаешь, ты красивая женщина, и все будут смотреть на тебя, но давай пока мы вдвоем. Всем привет, дорогие друзья. Занесла меня судьбинушка один раз в так называемую левую, красную, как ее еще назвать, среду и прочее. И как-то не увидел я там особо не левых, не красных и прочее. Но были люди, несколько человек, которые мне действительно очень сильно приглянулись. И вот один из них, я прямо, вот я иногда с ним общаюсь, я прямо какой-то такой народовольческий, прямо вижу огонь в его глазах. Но сегодня мы не по этой причине встретились, потому что Олег Двореченский величайший. Не надо так говорить. Не надо так говорить. Мельчайший. Ну, пойдет. Специалист в той теме, о которой мы сегодня будем беседовать. Ну и плюс ты же у нас там, и копатель великий, да, археолог и прочее. Можно вот без эпитетов, вот какой-нибудь спокойнее все, спокойнее. Человек. Да, обычный человек. Обычный человек. Шел просто, я думаю, смотрите, я в кепке, он в кепке, чего бы нам не побеседовать. А я его ждал в ирокезе, ну я просто зачарован просто. Ну, слушай, не сезон, подумал Штирлиц и поставил корзинку в сугроб. Поэтому сегодня мы будем говорить про немудрено декабристов, да. Значит, мы встретились в 17 площади, где, понятное дело, это все происходило. У тебя даже, я понимаю, какие-то там подсказки? Да, ты знаешь, да, у меня подсказки. Я кое-что буду зачитывать по одной простой причине. Что рассказать-то я хотел на самом деле не столько об историческом событии, сколько о военно-тактическом событии. Да, давай, конечно. И это мне интереснее всего, потому что, если там я могу плыть в фамилиях и отчествах, то здесь я вам сантиметр не прощу. Ну, фамилии и отчества хочу тебе открыть в страшную тайну. Я постоянно плаваю, а в сантиметрах тем более, поэтому тебе флаг в руки. Хорошо, с чего начнем? Начнем мы с того, что я сделаю комплимент Павлу за то, что он сделал потрясающие материалы, посвященные русскому терроризму. Вот не дал мне его лизнуть, зато начал меня лизать. Но я должен отметить, что он недооценил особенности русского терроризма первой половины, первой четверти, я бы даже так сказал, XIX века. Ну, кто вдумается, что Каховскому за сутки до декабрьского восстания было предложено просто проникнуть в Зимний дворец и убить самого Николая и всю его семью. Да, и, собственно, почему Каховский? Кстати, у нас есть улица Каховского в городе Петербурге, напоминаю вам. Ну, потому что здесь непосредственно он не совершил то, что намеревался в Зимнем дворце, но пошел по этим стопам. Я бы так сказал, что... Я предлагаю, давай вот так вот пройдемся вокруг этого замечательного памяти. Для меня важно следующее. Нарисовать топографию происходящего на этой территории. Смотрите, наши декабристы, а их 30 офицеров, причем это гвардейцы, очень важный момент, они участвовали в походе на Европу. Это, понимаете, это... Я сейчас Вагнера не буду вспоминать, но по большому счету это люди, которые заслуживали того, чтобы к ним прислушались. Одни только пункты их программы сотрясают весь XIX век. И решили эти пункты программы, как, к сожалению, сначала Временное правительство, а потом большевики. Ну, там, учредительное собрание. Ну, кто не слышит об учредительном собрании? Там, отмена крепостного права. Значит, их шесть пунктов, и они все настолько радикальные, что довольно тяжело представить себе, чтобы эти люди были нереалистами в своей жизни. Они видели войну, видели смерть, видели смерть своих солдат, видели смерть своих товарищей, и они осознавали прекрасно, что их ждет. Эти люди готовились плохо, прямо скажем. Каховский отказался убить царскую семью, другой офицер отказался вывести гвардейцев и измайловский полк на площадь. В последний момент бедному Оболенскому приходилось принимать решение, как взять на себя ответственность за все и собрать военный совет декабристского восстания. Там же еще, извини, что я тебя перебиваю, был потрясающий момент, когда гренадерский полк пришел сюда с Петроградской, тогда петербургской стороны, и встретил Николая Первого, и вместо того, чтобы его хоть, пошел Николай Первый сказал, «Ваши там», и они пошли сюда. Безусловно, это проходило прямо вот оттуда, то есть со стороны Зимнего дворца, и вот это все... Нет, на самом деле это шикарно снято в «Звезде пленительного счастья». То есть настолько точно, что трудно себе представить, как порой искусство не снимает то, что снимает, а как оно могло иногда снимать то, что оно снимает. Но на самом деле нам надо идти туда. А мы сейчас тогда вот так вот идем. Да, потому что что им удалось собрать за ночь? За ночь. За ночь им удалось собрать 800 солдат московского гвардейского полка. 800. Теперь давайте займемся военной арифметикой. Кто не знает, какова дальность огневого залпа обычного ружья, первого гладкоствольного... Я не знаю. ...с круглой пулей, которая имеет эффект деривации, это довольно сложный термин, когда центр тяжести пули не совпадает с геометрическим центром тяжести, потому что оно отливается в обычной пулелейке, а не штампованная пуля. То есть представить себе тактико-технические свойства оружия, которые мы располагали на батарее Раевского, например, или в Сеоминских флешах, или, допустим, здесь, и не понимать, как воспринимали это офицеры боевые. А это, еще раз повторяю, мы можем сколько угодно петь песни Булата Акуджавы, да, ну, кавалергадам здесь век недолгок, но это были боевые матерые волки. И эти боевые матерые волки понимают, что на момент восстания львиная доля людей одни предали, доложили Николаю, что уже все, скоро все будет. Николай переносит на час заседание, чтобы его венчали на царство. А в чем ведь момент? В чем момент-то? Почему именно в этот день, в эту секунду все случилось? Как говорил Ленин, вчера рано, завтра поздно. Вот у них наступил этот момент истины. Ведь Константин венчался на царство. Он был и митрополит, и русские его венчали. Он должен был принять присягу, но он начал мяться. Извини, пожалуйста, я понимаю, что ты в теме и так далее, но я, как человек более приземленный, ходящий ногами по земле, иногда я буду пояснять, что Константин имеется в виду... Константин Павлович. Младший брат Александра Первого, старший брат Николая Первого. Мы сейчас такими кругалями и будем ходить тут. И должен отметить, что Константин обладал, по всей видимости, слабыми волевыми качествами. Но тот груз, который на него упал, и по первородству именно он должен был быть государем-императором. Здесь заодно мы можем показать створ... Вот покажите, товарищ оператор, галерные улицы. Ну, это мы забегаем вперед, потому что мы должны и пушки показать, и все это будет показано. Пошли тогда к пушкам. Нет, сначала нет. Хорошо, хорошо. Сначала нет. Хорошо. Вот сюда надо смотреть. Давай, посмотрим. Потому что здесь было именно построено каре. Да. Что такое каре? Во-первых, придумали его в эпоху наполеоновских войн. Для начала надо понять, что линейная тактика это такая тактика, когда недостатки огнестрельных свойств оружия компенсируются плотностью огня. Поэтому чем шире линия, тем сильнее воздействие на противника. Но когда появились серьезные картечи, серьезные гранаты, когда появилась кавалерия, способная взрывать линейную тактику, Наполеон Бонапарт пришел к идее, но может быть не совсем он, а его предшественники, к построению войск в каре. Кто смотрел «Войну и мир»? Потрясающие сцены Бондурчука, когда кавалерия объезжает каре. Эти люди прошли наполеоновские войны, и они не строят, на многих элитографиях раннего времени они стоят какими-то колоннами. Но это не так. Они построили каре. 800 человек плюс 140, ну 140, я точно не знаю, одна рота гвардейского полка встали в это каре. А теперь давайте нарисуем это каре. У нас 11 утра. 11 утра 14 декабря по старому стилю и 26 декабря по новому стилю. У нас есть литографии, которые показывают, что каре стоит вокруг медного всадника. Есть литографии, которые показывают, что каре стоит слева от медного всадника в сторону сегодняшнего здания Конституции Суда Верховного. Таким образом, что мы имеем? Дороги это еще не было. Исакий только строился. Заборы Исакия проходили от собственного здания Конституционного Суда Российской Федерации и подходили, ну вот там, где у нас Геракл стоит, еще второй этаж, колонны не были возведены. Ну я подставлю, на самом деле, там есть литография прекрасная, где прям рабочие сидят на этом заборе и шапками машут. Прекрасная картина. Нам нужна военная топография. Должен представиться. Я тот, кто открыл Куликовскую битву, изучал Бородино, Тарутинское сражение, Малодинское. И не дам мне сказать об этом вначале. Ну... Хорошо. Все, да, представился. Вот. Поэтому я единственный на сегодняшний день специалист, который обрабатывал материалы Бородинского сражения и выдавал статистику и тактику боя. Например, на батарее Раевского, то есть курганной высоте. А я предлагаю тебе снять этот материал, потому что это бомбический материал. Не хуже этого, а сильно лучше. Но лучше летом, конечно, это сделать. Ну, конечно. 26 августа. Вот. Поэтому... А мы сейчас снимаемся в тех самых условиях. Да, зима. Да, хотя иногда рисуют литографии, что у нас там немножко осенние листья, но я думаю, что это ошибка. Семен Семенович, так на дворе, в общем-то, ну, понятно, не 20 там, но, тем не менее, 13-е, ну, почти. Да. Наступает момент, когда, представьте себе психологически этих людей. Они вывели всего... Они всю ночь агитировали. Вот агитаторы-большевики, можно сказать. Всю ночь агитировали. Они вывели 800 человек. Что они делают? Они строят каре. Я лично предполагаю, что каре было не вокруг памятнику Петру Первому, а левее, Конституционному суду современному. Вот. Значит, мы уже зажаты в неких геометрических прогрессиях. Через какое-то время генерал-губернатор Милорадович приезжает один. Понимаете? Один. Как ты думаешь, это правда, что его из постели балериной вытащили? Я этого не знаю, но знаю, что Аболенский... Вот надо этику того времени почувствовать. Понимаешь? Аболенский к нему приходит и говорит, давайте разойдемся. Ну, давайте вот... Вот просто вы уйдете, а мы продолжим. Тот говорит, братцы мои, я сам за Константина, я Николаю говорил, что должен быть Константин. Ну, вот у меня отречение, понимаете, отречение. А уже в 7 утра... Они опоздали на несколько часов. В 7 утра уже... Все. Он уже император. Ну, разойдитесь, братушки. Аболенский подходит к нему, его уговаривает. Это, знаете, вот так надо снимать союз спасения. Вот как я сейчас говорю. Он подходит, его уговаривает, тот его не слышит. И он наносит штыком удар нему. И наносит легкую рану. Но Милорадович... Кто? Милорадович – это человек, который при Бородине. Милорадович Храбрадович? Да. При Бородине, понимаете? Все наполеонские... Это генерал-губернатор Санкт-Петербурга. При этом он не приехал с охраной, с мигалками, со всеми вот этими вещами. Но тогда это, в принципе, не было принято. Да, да, да. И он наносит ему удар штыком. Всего 800 человек. После этого он продолжает речь и обращается к братушкам, солдатам своим. Не были ли вы, понимаете, с нами там-то, 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 там-то? Не буду перечислять, где там-то. И Каховский принимает решение, которое должен был проникнуть в Зимний дворец и убить императора нового. Стреляет. А вы знаете самый драматичный момент, что не сняли в фильме «Звезда пленительного счастья»? Милорадович перед смертью задает вопрос. Из чего меня убили? А, да, ну, прекрасная фраза, конечно, да. Что пуля пистолетная. Значит, не солдатушки стреляли. Вот драматизм истории – это не черное и белое. Это никогда не то, что мы ожидаем в пропагандистских каких-то. Это всегда правы и там, и там. Но история разруливает, кто на самом деле был прав. Ну и, судя по всему, это все происходит вот здесь. Да, именно здесь. Но давайте теперь вернемся к каре. Что такое каре? 800 человек плюс 148 человек. Теперь делим. А вот тут начинается военная математика. Потому что в среднем, если мы делим эти 800 человек в три ряда, как выглядит каре в принципе. Это первый ряд, как пекинеры, там, средневековье, опускаются на колено, держат, упирают, значит, приклады в землю, держат штыки, если кавалерия будет атаковать. Второй и третий ряды совершают залп. Это примерно от 70 до 100 метров фронт каре. Вот мы рисуем вам эти 100 метров каре, которые полностью перекрывают нам всю эту территорию. Но ладно бы только это. Каре выдерживает, о чем ни в одном из хороших фильмов или нехороших фильмов не показано, две атаки конно-гвардейского полка. Кавалерийский выдерживает и отстреливается. Еще раз повторяю, это боевые генералы и офицеры. То есть, они готовились. Они готовились убить царя. Они готовились провозгласить Конституцию. Конечно, для солдат, для местного населения слово Конституция и Константин смешивались. Какая-то там наследница Конституции. Они не понимали. Ленин правильно сказал. Далеки они были от народа. Все правильно. Но в данный момент мы получаем изумительную картину. Мы не видим, что идет реально полевое сражение. Прямо здесь. Прямо здесь. Атака шла вот отсюда. Но есть еще одна загадка. Потом приходят 438 человек, две роты, значит, морского экипажа. И приводят уже. Уже два часа спустя. То есть, представьте, Милорадович уже убит. Уже переговоры. Приходили митрополиты московские и киевские. Уговаривали. Знаете, что им ответили? Солдаты. Не офицеры. Не офицеры. Солдаты. Вы на наших глазах уже двух императоров покрестили на царство. Венчали. Вам доверия нет. И отвечали это уже солдаты. А это важный момент. Потому что мы всегда привыкли говорить о неких 30 офицерах, которые там смутили солдат. И солдаты как бы ничего не понимали. В этот же момент происходит удивительное событие. Строители Исаакьего собора и прочие граждане, ну, то, что мы называем сейчас словом мещане, по оценкам разным, собралось несколько десятков тысяч человек. Еще раз. Вот даже здесь, если мы строим 800 человек, нам их поместить почти уже некуда. Слушай, ну, это, конечно, понимаешь, это грубое передергивание. Но, учитывая контекст времени, не было же ничего. Я это сравниваю с каким-то финалом Лиги чемпионов. Понимаешь? То есть люди собрались на зрелище. И как бы они же начали реально кричать, типа, чего, куда, давайте, ну, строители, по крайней мере, Исаакиевского собора. Говорят, что, говорят, в Москве кур даят, но, тем не менее, вокруг каре образовалась цепь из мирного населения. Как сейчас говорят, мирника. Какое-то время оттуда по Александровскому саду выдвигаются пушки. Говорят, 23 орудия. 23 орудия, это вам не шутка. Я должен сказать, что на батарее Раевского было 23 орудия. Здесь около 3000 морской экипаж, гвардейцы пришли. Все в основном гвардейские части. Но, да, измайловцы не пришли. И цель-то у них была какая? Извините, взять Петропавловку и Зимний дворец. Не стоять. Но так как Трубецкой не приехал, так как бросили те основные руководители, которые должны были вывести измайловский полк, они оказались в недоумении. А Боленского выбрали. И он, собственно, оказался... Он пытался что-то сделать с этими 30 офицерами, которые командовали всем этим. Но была полная растерянность. В это время Николай не был растерян. Но должен сказать, что Столпнер, который приходил и уговаривал, а потом другой офицер, которого я сейчас не помню, который возглавлял, так сказать, артиллерией, шли переговоры. В это время Николай задумался о собрании экипажа, чтобы уехать в царское село. Драпать. Как он потом писал Константину, по божьему провидению нас не застрелили в этот день. Слушай, но ведь у императрицы, у будущей, да, у нее же до конца дней немножко тик был. А вот это я не знал. Но вот я читал, что у нее были проблемы. Ну, сейчас бы мы сказали, что ей была нанесена психологическая травма. Ей, конечно, требовался... Хороший московский психолог. Да, да, и даже психоаналитик. Но, извините, какие психологи, особенно женщины в то время. Да, поэтому действительно они сидели, как на пороховой бочке. Выдвигаются пушки. Нарисуем себе картину, чтобы представить себе, что такое орудийный расчет того времени. Это совершенно не то, что в Великую Отечественную войну. Это конные повозки, снарядные ящики, это привязь. Это надо привезти, развернуть. Все это происходит довольно медленно. Очень медленно. Это часы, можно сказать. Это вот кажется, что вот в кино это быстро. Нет. Солдаты стояли, мерзли, как мы сейчас с тобой мерзнем. И смотрели на все на это. Кто не дал команду идти в штыковую атаку? Офицеры. А почему? Да потому что вокруг было 9 тысяч человек. Где их поместить, эти 9 тысяч человек? Если честно, я скорее задаю вопросы, чем пытаюсь дать ответы. Сейчас могут включиться любители альтернативной истории. Это то, что от нас скрывают. Тем не менее, это действительно для меня загадка. Действительно, сумма колоссальная. То есть вот так сейчас представить. Я просто видел фотографии, допустим, корнационных торжеств. Или приплытие здесь каких-то делегаций. И вот здесь оформляют, значит, какую-то поляну. Ну и там стоит, не знаю, 200-300 и уже все. А тут 3 плюс 9 плюс десятки тысяч мерзника, которые сидят, стоят вокруг них и стоят за забором. То есть они, по идее, вообще вот так вот должны были. Абсолютно точно. То есть для меня это загадка. Понимаете, а наука это не всегда ответы. Наука это иногда постановка вопроса, постановка задачи. И я тем-то, мне кажется, и есть тема нашей, как бы, экскурсии или что там, интервью. Да неважно, как это назвать. Так, значит, мы остановились на том, что... На артиллерии. На артиллерии. Давайте сначала разберемся, помимо того, что мы сказали, как она разворачивалась, как на глазах пехотных командиров все это выглядело, как они реально представляли, чем это им угрожает. Ну, давайте немножко опишем свойства артиллерии того времени. Чем могли... Что было в снарядных ящиках? Ну, для начала надо понять, что существует три типа картечи. Это малая, средняя и большая. Вот чтобы вы поняли, что малая по весу, по размерам, малая картечь стреляет на расстоянии 60 метров. Чтобы вы поняли, залповый огонь эффективный, линейного полка или каре, пуля поражающая, работает на 60 метров. 60 метров. Не 3 километра, а 60 метров. Когда в голове начинаешь все это укладывать и укладываешь площадь 300 метров, да, вот нашу, да, и 200 по ширине, да, то в голове немножко все становится еще более загадочным. Потому что если они стреляли малой картечью, а, собственно, малая картечь служит для убиения живой силы, здесь стоит народ на вашем самом месте, вот где мы сейчас стоим, тут стоит каре, да, подошли палки, которые выстроились, значит, корпусными порядками, и первое решение наносится, в это же время в Николая летят дубины и палки, которые там пытаются что-то предпринять от народа, в это же самое время. Вот, там. И принимается решение выстрелить холостым выстрелом, ну, чтобы просто разогнать людей, чтобы их напугать и сказать, что у нас намерение серьезное. Сам, как его фамилия? Сухозанет. Сухозанет не хотел стрелять боевыми. Он отказывался, он сделал 2-3 выстрела. Ну, и на самом деле этим 30 офицерам, которые возглавляли восстание, было в целом, в общем, понятно, что сил противостоящих в 3 раза больше, а для атаки трехкратное преимущество – это нормально, это естественно. Резервы по Питеру и вокруг Петергофи стоят еще порядка 12 тысяч. Ну, то есть им, по большому счету, из-за внутренней слабости, из-за внутренней слабой организации, как говорил Ленин, революция, которая не может себя защитить, ничего не стоит. Ну, вот примерно из этой серии, да, вот как бы вы собрали людей, вокруг вас толпы мирного населения, и вот вам пушки уже здесь, и две атаки отбили, а дальше-то что? И его уговаривают нанести залп вдоль Галерной улицы. Собственно, основной удар пришелся не по войскам, а по мирному населению. По мирному населению, да, естественно, потому что, ну что, пришли зеваки, получайте. Ну, оценки разные. Вы знаете, там 700 убитых женщин, там сколько-то там детей. Зачем с детьми идти, это вопрос. Но цифра есть. Вот, мужского населения до 2000 всего было, значит, потрачено на эту расправу. Я думаю, они просто воспринимали это все реально, но немножечко как шоу, потому что никто, я думаю, до конца не верил, может быть, в серьезность намерений. Тем более, ну, не мне эти рассказывают, что все так называемые тайны общества, они же тайны названы условно. Конечно. То есть, как бы, все докладывалось Александру. И в народ, ну, естественно, и в свете ходили не то, что слухи, а уже там прям конкретно, и все это было. Должен сказать, что удар картечью снес львиную долю зевак и какое-то количество людей. Стреляли вот оттуда? Да, со стороны угла Адмиралтейства. Именно оттуда нанесен был удар. Надо пояснить, что вот этих деревьев, их не было. Потому что это все высажено в 1880-х годах, когда вот эта территория, Гласис, называемая, вокруг Адмиралтейства стала застраиваться. Кстати, это называется одной из градостроительных ошибок. Вот поразительно. С одной стороны, хорошо зелень, а с другой стороны, вот там эта зелень закрыла полностью вид на Адмиралтейство. И вот это, как бы, ну, такой вот, знаете, палка в двух концах получилась. Очень важный момент, что принятие решения, то есть вообще применение ядер, как таковых, или гранат. Ну, гранат еще понятно, вот ядер. Это уже крайняя фаза штурмовых ударов по бастионам, по крепостным сооружениям, по редутам. Понятно, да, что по людям, в принципе, ядрами стрелять, ну, это бессмысленно. Степень накала обозлений, а так бывает, так бывает. Потому что потери были не только со стороны декабристов. Потери понесли противобор, что еще страна. Огонь велся. Мы всегда изображаем их. Вот очень важный момент, который я хотел бы в третий раз повторить. Это были боевые офицеры. Это были боевые солдаты. Это люди, которые умели и понимали, что делать. Это не ополчение. Это вам не 9 января, понимаете. Не 93 год, когда толпы народу шли на Останкино. Это совсем не это. Население поддерживало декабристов. Оно было, в принципе, за них. То есть, оно не очень понимало, но, в принципе, чувствовало. Но когда был несен очередной залп картечий, а я предполагаю, что уже дальними, а это уже серьезные, это по 20 мм в диаметре, по 30 мм в диаметре, чугунные такие кругляшки. Ну, вот я был тут недавно в Выборге. Там как раз в замке была выставка. И там вот виды картечий представлены. Начиная с маленькой, горошинки заканчивают. Там уже такими основательными. Нанесен был удар, скорее всего, средними картечами. Потому что с того расстояния бить мелкими картечами было невозможно. Ну, я говорю, 60 метров расположения батареи до противника. Это, кстати, нам помогает на Бородине расположить точно пушки Наполеона. Понимаете, Багарне там и прочих. Нея. Вот. Просто мы видим распространение картечий, мы их маркируем, фиксируем и можем сказать, с какого расстояния был нанесен залп. Хотя бы с какого расстояния. Но уж не то, что точку, где она стояла. Вот. И это поражает, потому что сражение того времени они приобретают такой метровый характер, а не некую абстракцию или там фантазии, знаете, там тьма тьмущая или что-то в этом роде. Здесь, по всей видимости, они перешли на более серьезные картечи, потому что по Галерному еще можно добить, а вот до Медного Осадника уже тяжело. То есть, получается, они здесь стоят. Да. И по ним просто лупят. Просто начали лупить. И началось то, что называется отступление. То есть, люди побежали через лед. Напоем туда потихонечку, да. И должен сказать, что... Должен сказать, что когда это произошло, принято было совершенно... Ну, тут уже, вы знаете, нетривиальное зло, что ли, я не знаю, как сказать. Когда начали бить ядрами. Ядрами по льду Невы. Собрано было, по таким скромным оценкам, 2700 тел, но на самом деле больше. Почему? Потому что, как описывали современники, на льду Невы были проруби, и туда тех, кто не мог выжить, тех, кто явно имел тяжелые ранения, их просто сбрасывали в прорубь и раненых, и живых. Это, конечно, чистая победа, если так можно выразиться, ну и чистое поражение. В итоге я скажу, что любой социальный протест, конфликт или нерешение социальных проблем претерпевает три фазы. То есть, не три фазы, а три возможности, так скажем. Первая фаза называется распад. Это самая страшная фаза. Когда, если кто смотрел фильм Андрея Рублева, там есть такой прекраснейший момент, когда взяли татары... Тарковского Андрея Рублева. Да, Тарковского Андрея Рублева, да. А взяли татары город Владимир, и там бежит мужик, а он кричит, ты же русский. Он говорит, какой ты русский, морда Владимирская. Да-да-да-да-да-да. Это распад, понимаете? Это самый страшный фактор. Это и в религиях бывает. Это бывает в любом социальном организме. Второй элемент – это смута. Кстати, смуту с революцией путать может только провокатор. Потому как... Как бы вам так сказать? Для того, чтобы случилась революция, как говорил Кастро, революция – это прежде всего культура. Нужно 50 лет бэкграунда. Бэкграунда мысли, создания альтернативы, подвига, чувств, мыслей. А смута – это, по большому счету, когда никому не веришь. Назвать ли мне восстание декабристовых – революции? Нет. Назвать ли это меня смутой? Ну, по факту, это, конечно, смута. Хотя они были храбрыми. Это не похоже на смуту 1612 года, но они были искренними, пламенными, самоотверженными, бескорыстными, непредателями. А смута – это когда перебегает с одного места на другое, к Шуйскому, потом уже Дмитрию, потом... Перелеты они назывались. Перелеты, да, перелеты. Смута – это когда народ не верит ни в кого, и он разочарован, он парализован вообще. Конечно, восстание декабристов – это что-то среднее между смутой. Это уникальный момент, уникальный в истории нашей страны. Мы настолько плохо представляем себе масштаб этого влияния до сих пор. А нам надо вернуться к этому моменту. Нам надо подумать, потому что у нас сейчас смутные времена наступают. Надо думать об этом. Что же нас ждет? Потому что вот бэкграунд, который создает тот же гоблин, там, я, ты, а это бэкграунд, да, сейчас кинематограф немножко повернулся куда-то, что-то. Но литература-то нет. Ну, появится. Возможно. Как говорят на Востоке, иншаллах. Да. Друзья мои, нам надо, может быть, какие-то ссылки поместить на тебя или что-то? Да ничего не надо. Ничего не надо. Ну, в любом случае, Олег Дуреченский. Google, Яндекс вам в руки. Если вы вдруг не в курсе, те, кто в курсе, объяснять не надо. От себя я хочу сказать, что мои мероприятия идут, даже в такую погоду. Новогодние праздники во всем разгаре будут. И в Москву я еду. 13-14 января. Также как раз вот у меня есть три книжечки, да, устро-социальный роман «Корень», путеводитель по Невскому, Невский с перцем, и книга про пиару во время русской плоской войны. Это все можно приобрести, как у меня на сайте, там будет внизу описание. Так и после экскурсии, в случае, я их подписываю. Ну, а что, изучайте историю, приезжайте в наш замечательный ремонт? И маленькая ремонт. Давай, конечно. Должен сказать, что с Павлом мы познакомились очно, лично, в прошлом году. Да. Мы сидели за чашечкой чая. Красного. А как он? За чашечкой чая. И должен сказать, что из многих блогеров, а я, ну, таких известных, известных, прям скажем там, я Пашу уважаю. Ой, ну хорош. Можно я продолжу? Давай. Можно я продолжу? Я Пашу. Нет, это не то, что петух, курица там хвалит петуха за то, что кушает. Нет, должен сказать, что, почему я уважаю? Он был, он мог бы, но мог бы подняться так, чтобы вот и денег грести и прочее, и прочее. А он энтузиаст во многом. Нет, он зарабатывает деньги, безусловно. Ну, а как ему еще жить? Но вот это вот его цикл про нандровольцев, про террористов, про революционное движение до большевиков и после, то есть во время большевиков, это то, что во многом меня научило, воспитало, хотя я кончил исторический факультет. Я смотрел это и всем рекомендую просто взять себе на заметку и пересмотреть все. У Гоблина, у него, там, где угодно, там, просто пересмотреть. Не для того, что я его хочу похвалить, а потому, что вам всем, вам всем стоит готовиться. А это уже не шутка. Стоит готовиться. А чтобы готовиться, надо быть подготовленным, изучить, как это было в прошлом. Всего доброго. Ну, вот на этой не очень оптимистичной ноте мы и закончим. Давай. Комментарии туда. Увидимся, друзья мои. Пока.